В общем, меня зовут Алексей, сегодня мы поговорим о картах на iOS. Я поделюсь опытом, какие есть особенности в картах. Я не буду рассказывать про то, что такое карты, я думаю, все это видели на телефонах, то есть как это создавать и какие там вещи, это все из документации, то есть про какие-то основные особенности, с которыми вы можете столкнуться в разработке и которые, может быть, вам помогут в результате проекта выбрать, какие лучше карты именно для вашего проекта. Сначала расскажу в общем о Google и Apple картах, потом расскажу о макерах и аннотациях, маркеры – это для Google карт, они обычно ставятся на карте, которые что-то там показывают. И еще о фигурах, фигуры – это, я подозреваю, там всякие круги можно рисовать, полигоны, линии и тому подобные вещи. У нас просто в проект очень сильно карты используются, поэтому вот хотелось бы эту тему задавать. Потом будут выводы, но это слабо мои выводы, может быть, у кого-то они будут другими по кончению презентации. И презентация будет недолгой, минут на 15-20, поэтому если у вас есть какие-то там замечания или вопросы, можете сразу по ходу презентации задавать. Собственно, Google карты. Google карты, они были в iOS до iOS 6, то есть Apple полностью информацией из Google, они использовали эти карты и эти всякие пользовательские соглашения, это все было там. После iOS 6 они решили, чтобы запустить свои карты, вот о них я расскажу чуть позже. Google, соответственно, решил выпустить свой SDK, который позволяет включить эти его карты на iOS девайсах. И даже был такой как бы инцидент, что Apple карты не сильно многим нравились, и когда вышли Google карты как отдельное приложение, то есть это стало самым популярным приложением в Apple Store за какой-то короткий промежуток, то есть там Apple карты были довольно таки недоработаны. Что они нам дают? Они нам дают более точные данные и больше полезной информации. То есть точные данные, это чаще всего там более четкая прорисовка улиц, дворов и всяких таких вещей, которых зачастую нет на Apple карте. Apple карты, например, в Украину если на них стоят, то очень много всего отсутствует, поэтому не очень так комфортно ими пользоваться в Украине. Но в США, в принципе, и в странах, которые рядом в США, они довольно хорошо работают. На Google, что такое полярная информация, у них там куча разных мест показывается. Вот раньше всегда показывали на них трафик и маршруты, которые ты строишь. В Apple только вырос 9 показывает трафик для MapView, то есть совсем-совсем они не очень-то и спешат. Ну и в общем-то, в принципе, в уголых картах более такая точная информация. По Apple картам они появились, вырос 6 как отдельный фреймворк MapKit. У них меньше точность, их 3D view, которое они там очень рекламировали, вот показано справа на картинке. Это не везде, конечно, но в некоторых местах оно могло... Есть специальные сайты для этого, которых там люди приказывают, как там на Apple нарисована дорога, а на самом деле там обрыв. Очень много жаловались по навигацию, но сейчас, насколько я знаю, Apple недавно купила там... Sorry. Что у нас тут люди? Sorry, sorry. Получается там купила навигационную кампанию, которая позволит, я думаю, им немного улучшить эти показатели. Вот. И у них там не функциональные, да, у них там нельзя подвязывать всякие. То есть они как-то не пускают сразу, они потихонечку выпускают функционал. Вот там. В 9-ой они добавили там PlayOver, добавили еще несколько хичных. То есть начиная с 6-ой. Ну 9-ой уже более-менее юзабельно, а в 8-ой тоже, в принципе, можно пользоваться. Ну там 6-ая, 7-ая, так не очень. Вот. Прома карта. То есть у нас будет так сравнение Google и Apple, слева Google и справа Apple. В MapView карта у нас не хранятся объекты, типа макеров, полигонов и всякое такое, что нотисовывает на карте. В принципе, с этим нет особо больших проблем. Можно создать, ну там, массив у себя в классе и туда все можно подгонять отдельно, да. Но в Apple карта это все есть, с этим не стоит париться, у них там есть отдельные массивы. Раньше, кстати, Google это было, но они потом задипикетили из какого-то версии фреймворта, не знаю почему. Вот, но задипикетили. Сразу можно показывать дорожный трафик и с этим нету проблем. Я говорю, в вебе только 9-ая вещь появилась. Google карты с Play, ну это может вызвать трудности в каком плане. То есть это требует каких-то графических ресурсов. Если будет девайс со слабыми графическими ресурсами, довольно-таки можно увидеть там сильный тормоза, если будет очень много объектов, которые будут отрисовываться. Вот, в Google можно контролировать жестов и вынесены как отдельные переменные, то есть в Apple такого нету и, соответственно, с Apple приходится крутиться и вертеться, чтобы была возможность как-то это контролировать. Там есть способы и скажу, что это суперсложно, но придется там помучиться. там надо будет понаследоваться карты и всякие подобавлять свои обработки. То есть напрямую запретить жестов карты мы так не можем. То есть необходимыми путями работать. В последней версии фреймворка в Google они добавили Places API, так называемый. С помощью него можно смотреть в личных Google-картах, нажав там на точку, оно покажет рядом с тобой ближайшие места, к которым можно пойти. Вот они добавили того фреймворка, это можно подключать через ихнюю книжку, которая есть. Ну, то есть включить это отдельно, там, в Google-картах консоли, если это заинтересует. Ну и можно смотреть, соответственно, там показывать месторядом, куда пойти и всякое такое. Ну, если это понадобится в вашем приложении, да, соответственно. По Apple-картам хороший плюс, это не требует никаких дополнительных настойок, не нужно включать фреймворк, не нужно ничего, доставать ключи какие-то для себя, настраивать баттл под себя, там, и всякое такое, что-то настройки. Ну, конечно, сделал то, какой забыл, но с другой стороны, нужно там постоянно укладывать фреймворки, потому что у них там баги какие-то происходят, или еще что-то такое. А вот, веб-добал, мы пью, запустил, все, включил, сработает. Ну, добавили в театре версии флайровой моды. Такая щича, вот, если кто еще не смотрел или действительно там, настроить камеру так, что ты, например, нажимаешь на объект, а камера летит вокруг него, показывает тебе это в 3D. Ну, то есть, довольно-таки прикольная штука, которая позволяет показывать какие-то вещи в 3D быстро, там, с видео. Ну, и это все равно катится. Вот. Для Apple-карт я не заметил никаких ограничений, ну, нормальных там программ, связанных с персоной системой. Я, как пример, привел на слайде, что есть Google-карт, одно из ограничений. Google-карты не очень хотят работать. Там у них, к примеру, приводится к кастомной клавиатуре. Если есть кастомная клавиатура в приложении, то Google-карты конфликтуют с этим и у них, соответственно, с этим. То есть, там надо обращать внимание в документации на всякие эти вещи, то есть, предварительно перед тем, как что-то добавлять, потому что можно наткнуться на непредвиденной ситуации. Вот. Apple-карты не используют OpenGL, они используют какие-то нативные вещи, которые, то есть, не показывают загрузку видеокарты и они довольно-таки шустро работают. Вот. То есть, там пока единственная проблема с жестами. Да, у нас много. Дальше. Маркеры. Макеры в двух картах отображают с помощью имиджей. Вот. То есть, если вы хотите что-то туда накрутить динамически, вам придется рендерить имидж постоянно. Вот. Или там их закешировать, а потом доставать из кэша, что, ну, как бы, не совсем удобно. Это придется делать с помощью Core Graphics, если что-то хотите динамично отрисовывать. То есть, ну, и, соответственно, там, если там какие-то тексты, что-то такое, да, это все нужно отрисовывать с помощью Core Graphics и смотреть. Ну, то есть, это может немножко повлиять на производительность, если там их будет довольно-таки долго. Вот. Маркеры привязываются к карте. Что-то значит. Это значит, что у каждого маркера есть свойство Map, и этот маркер может быть привязан только к одной карте. Если у вас будет один и тот же объект использоваться на двух картах, то на одной карте он попадет, а на второй появится. То есть, надо либо делать копию объекта, чтобы он отобразился на второй карте, ну, либо там как-то как-то выключился. Ну, просто такая тоже неприятная ситуация. Вот. Но при нажатии на маке мы почему-то можем показывать любую вьюху. То есть, это нам ничего не запрещает. Там есть, конечно, ограничения по высоте и по ширине, по-моему. Но, собственно, мы можем создать свою вьюху, в которую мы можем запихнуть какую-то детальную информацию, которая будет отображена по нажатию на маркер. И, ну, довольно-таки тоже удобная штука. Такого нет в Apple картах. То есть, в Apple картах это состоит из двух. И из Notation, Notation View. Notation это как бы такая модель, в которой мы храним какие-то данные. А Notation View, по идее, отвечает только за отображение. Вот. А Notation View, он получается... У него есть стандартный call-out. Call-out это вот эта вот вьюха, которая отображается, когда мы нажимаем на Notation View. Но он стандартный. Туда нельзя ничего запихнуть. Опять же, в девятой версии не добавили, что туда можно что-то запихивать. Вот. Но до девятой версии мы не можем ничего туда запихивать. И, соответственно, если вы хотите отображать какую-то вьюху свою, то тут нужно опять начинать только выручивать. То есть, один из вариантов, что это какой-нибудь кастом поповер, который будет обрабатываться и показываться. Но там нужно тоже определять, переопределять метод или Select Notation. То есть, с этим придется немного поработать, чтобы оно работало так, как вам подходит. Но варианты решения проблемы есть. Просто немного сложнее, немного для Google-карта. Вот. Ну и, соответственно, Notation, они тут не привязываются к карте. Их можно добавлять на разные карты. Их проблем никаких нет. Shapes и фигуры. То есть, все полигоны, полилайны и тому подобные вещи тоже в Google привязываются к карте. Опять же, хочу обратить внимание, что если один полигон и тоже привязывается на двух контроллерах, то на одной карте он отвяжется. его там не будет, если вы вернётесь туда. Вот. Поэтому нужно делать копию и смотреть за этим всем. Внимательно следить. Нету возможности определять тип линий для полигонов. Нету возможности переопределить варианты порисовки этих линий, этих всяких овелайф и тому подобное. Есть стандартный набор. Линия, полигон, потом круг. То есть, это то, что можно использовать. Что-то своё придумывать, додумывать не получится в этом варианте. То есть, мы не можем нарисовать там черепашку какую-нибудь. Она не отобрисовалась. Вот. Полигон не может содержать дыр. То есть, я сам не сильно, ну, как бы знаком с нейметрами, но оказалось, что в полигонах могут быть дыры. Это, как бы, такие куски, которые вырезаны из середины полигона. И они не зарисовываются внутри. То есть, это какой-то кусок, который вырезан. Такая область, которая, как бы, не находится в полигоне. Это есть отличный в Google-картах. Но в Google-картах на это есть запасный фичер. Но почему-то в Android все нормально. А в iOS не хотят до сих пор добавлять. Я смотрел в последних фейлбоках. Такого нет. Ну, там, release notes. Может, конечно, не добавят когда-то. Вот. Но если вы хотите зарисовывать... Ну, можно сделать это как бы, что есть дыры. Но если вы будете зарисовывать полигон каким-то цветом внутри, делать ему какой-то fill color. Тогда это у вас не получится, если вы хотите какую-то дыры отобазить. По идее, там дыры не должно быть этого цвета. Собственно, эффективно вы никак это не сделаете. И, соответственно, как я уже говорил, переопределить методы отрисовки нельзя. Поэтому, если у вас будут такие вещи, то, ну, как бы, не очень получится это сделать. Вот. И, так же, угол карты, как показала практика, ну, на большое количество полигонов плохо ее. Если добавить туда примерно, там, 200-300... 200-300 полигонов... Подожди, секунду. Секундочку. Что-то там зашли, сейчас я смотрю. А вообще, звук появывает в голове часто так и есть. Ты можешь что сказать? У меня нет. Все окей со звуком. Все окей со звуком, да? Хорошо, спасибо. Я на всякий случай спросил, потому что говорят, что прерывает. Окей. То есть, по полигонам. 300 полигонов, где-то если добавить на карту, то тогда уже начинает страшно тупить при зуме. Ну, как бы, когда зумил, что зум не зумал. Но когда уже на определенный зум оно остановилось, оно перестает тупить. Ну, как бы, не очень такой user experience. То есть, либо надо отрисовывать не все сразу полигоны. Или как-то выкручиваться. Или уже сказать клиенту, что как есть, так и есть. То есть, ну, как бы, от этого никуда не денешься. Вот. В Apple-картах они точно так же пришли, как в аннотациях. У них есть специальный класс рендер, который отрисовывает полеоны. И shape-класс, который, как бы, с данными. То есть, там находятся точки, типа такого. И, ну, все эти точки туда добавляешь. И, соответственно, в том рендере их отрисовывать. То есть, методы, которые есть в рендере для отрисовки, их можно переопределять. Можно нарисовать, в принципе, какую-то свою любую штуку. Ну, тоже, как бы, если кому-то понадобится, будете знать. То есть, там можно и тип линий задать тоже отдельно. И все как угодно. То есть, как душа желает, можно, в принципе, отрисовывать. С этим проблем нет. Ну, собственно, это все по этим самым. Дальше будут у нас выводы. То есть, опять же, выводы только мои. То есть, Google карты, я считаю, что более точные и функциональные. Если там на каких-то... То есть, можно сразу посмотреть, где как улицы прорисовываются, и будет сразу понятно, что. Но есть какие-то ограничения, которыми можете столкнуться, как там с отрисовкой полигонов каких-то специфических или какие-то такие вещи. Вот Apple карты, они более нативные. С каждым годом они действительно стараются догнать в угол. Пока у них это не совсем получается. То есть, они немного отстают. Вот, как я уже говорил, там, в навигации таких всяких делах. И в маршрутах построениях, там, если смотреть, то маршруты, Apple иногда по одному рисуются, по другому. Ну, то есть, немного разные эти штуки. Но, в принципе, мы как бы остановились на Apple картах в своем проекте, потому что у нас действительно довольно-таки много полигонов там, и пинов, и всяких этих вещей. И перформанс, он как бы был на более высоком уровне, чем точность. Ну, собственно, все. Есть вопросы? Да, да. Ну, вот на Apple, когда зумируешь, вообще нет никаких проблем с полигонами. То есть, они так зумируются, хорошо там перепрорисовываются. У них есть проблемы, если очень много аннотаций, ну, начинают памятным потихонечку так немного подтуплять. Но, опять же, это уже было аннотаций, чтобы, для сравнения, около 1200 аннотаций сразу на карте. Да, да. Ну, есть таки у нас вариант, да. То есть, мы их не группируем. Ну, пока там, как бы, клиент, да, не жаловался, но он и не хотел, чтобы клиент группировал. То есть, опять же, все зависит от рекламента. Ну, то есть, с полигонами ситуация, конечно. То есть, с 600 полигонов там все отлично, с 600 на Google-картах все вообще. Там база, призумирование. То есть, их тоже нужно как-то группировать через аннотации, как-то так показывать. Нужно выписывать на это клиент. Это уже такое. Вот так. Еще какие-то вопросы? Алексей, спасибо большое за презентацию. Такой вот вопрос. А сравнивали с Nokia вот эта Maps, который сейчас это сервис hair.com стал? У них тоже есть API, в принципе, бесплатно. Смотрели в эту сторону? Нет, не смотрели. То есть, смотрели основных участников инка. То есть, как бы, Nokia-карты, они вообще мало используются, да. Ну, так. Но, честно, не смотрели и даже не думали. Ну, я не думаю, что там точность близка к Google, да, по картам. То есть, обычно клиенту больше важна, то есть, чтобы он видел там, не знаю, там, в спутниковом виде все дома, или там, чтобы все было хорошо нарисовано, да, то есть, вот. Вот. Я просто сравнивал ее основных участников инка, как я же повторюсь. С Nokia-картами совсем не выгодно. Ясно, спасибо. Да, пожалуйста. Это просто Nokia-карты, они больше уже, наверное, сейчас к Windows-кон, да. Но у нас на Windows-кон еще нет, да. То есть, как бы, на Android, в принципе, нет. Но, ну, как бы, вот. Не, ну, они раньше были Nokia, сейчас их выкупили. Это отдельно. То есть, hea.com. И, в принципе, они сделали карты бесплатные под Android, и под iOS, выпустили свои приложения с оффлайна. То есть, ну, в принципе, вот детализация, могу сказать, я ими пользуюсь. Ну, довольно, мне нравится Украина, она вот строит по транспорту, и все очень хорошо знают маршруты и тому подобное. Ну, то есть, качество, в принципе, мне кажется, детализация неплохая. А, я понял. А неплохо были добавлять? Много всяких аннотаций полевого? Ну, с этим я, к сожалению, программно еще не работал, но вот просто надо будет начинать, и я вот думаю, может быть, вы сравнивали и сразу откинули. То есть, таких у меня данных как разработки нет, а по поводу детализации, в принципе, то, что могу сказать, у них довольно неплохие данные они собирают. То есть, обновляются карты довольно часто. Не, ну, я бы, конечно, если бы делал проект для Украины, то я бы смотрел большую сторону Google карт, если бы не понадобилось вот эти вот вещи, которые ограничили там, что-то рисовать специфическое, да, то, конечно, Google карты они как-то более, ну, как бы мне по душе. Все-таки Google компания больше, чем компания, которая выпускает, да, старые мультфилькарты. Ну, это как бы мое личное мнение, опять же, не претендую на... Не, понятно, конечно. Главное, чтобы они поддерживали, а не закрыли. Главное. ИНОСТ ОТНОТ Продолжение следует...